давайте продолжим раз сегодня было много у меня вопросов в директ везде про сотовый поликарбонат сегодня сделаем вечером пост про поликарбонат его свойства что рекомендуем что не рекомендуем первое значит давайте про поликармат монтаж поликармат только вертикально сотами вниз чтоб конденсат уходил второе обязательно закрывать например в варочных теплицах мы комплектуем вот такой уплотнительный резиновый уплотнитель соты закрывается по периметру эти закрыты внизу если идет закрывается перфа лента клеится потом торцевой профиль для чего чтобы туда не залазила всякая нечисть мухи червяки ну и в общем пыльца там трава и так далее все взяли хороший поликармат его надо обязательно защитить идем дальше то есть это защита у него должен будет пост отдельный идем по выбору который мы рекомендуем еще забыл про монтаж значит про защиту рассказал про монтаж мы монтируем вот такой шайбой то есть она идет сейчас я вам покажу вот такая шайба крепится клопом 4 и 2 на 19 и шайба с резиновой прокладочкой если где-то это в торцах где например смотрите в арочной конструкции есть невозможное поставить шайбу из-за диаметра то ставится кровля кровельный полик кровельный саморез пять с половиной на 19 и и будьте аккуратнее чтобы сильно не продавливало например вот здесь вот видите вот так продавлены это неправильно то есть нам немножко ослабевать если хороший поликармат ничего страшно если дешевый через год-два здесь у вас пойдут трещины то есть он начнет растрескиваться про монтаж понятно вертикально большие шайбы чтобы больше площадь и расстояние между ними между точкой крепежей должно быть примерно 30-50 сантиметров сейчас посмотрим покажу вам на павильоне вот видите как расположена то есть посередине и снизу раз-два и вот так вот пошло крепление эти разрывы потому что поликарбонат имеет свойство расширения он расширяется и летом между точками вот этими будет небольшой тепловой решение то есть можно даже палец войти потому что ему некуда расширяться между точками крепления многие пишут сверлите отверстие но если вы здесь рассверлить и здесь он здесь упрется то есть вариантов нет он хоть как будет куда-то расширяться и то что пишут производители это и вы даже если просверлить отверстие вам нужно будет лист плотно прикрепить конструкции вы его хоть как притяните в этом месте и толку от этого отверстия не будет он будет все равно расширяться между точкой крепления поликарбоната все другого не дано никак природа то есть физика идем сейчас дальше в офис смотрим образцы поликарбоната значит начнем с чего с плотности плотность рекомендованная вообще из опыта из практики минимум 06 у нас минимальная плотность которую мы рекомендуем поликарбоната это плотность 06 ведь это актуаль био в линейке у нас у него срок эксплуатации 10 лет его рекламируют био слой так наша любимая госпожа ганечкина которая есть даже в инстаграме вот и я скажу она никого не обманула все отлично он служит свои 10 лет его мы можем рекомендовать это с минимальной плотностью 06 то есть 600 грамм на метр квадратный следующий идет значит у нас этого же завода стоп класс казань это новатором который себе не изменяет практически на протяжении 10 лет и пишут 14 лет плотность 075 казань это рекомендуем даже следующий идет дороже еще это поле галь стандарт плотность заявленной 08 срок эксплуатации 20 лет из всей линейки из всей линейки мы выбрали только этот поликарбонат то есть это вот стандарт у них есть там еще тепличный так для дешевле эконом класс но мы оставили только этот продаж потом идет селикс очень даже качество линейка селикс московский завод и мы выбрали даже столько самый дорогой плотность у него 08 проверенный качественный поликарбонат дальше идем это вот такие еще есть карбоглаз которым мы работали работаем очень много лет самого начала становления нашей компании это у него был карбоглаз мы работаем только карбоглаз премиум карбоглаз стандарт и карбоглаз усилий но они соединили вместе карбоглаз стандарт и карбоглаз премиум мы с ними немножко перестали работать по одной причине они снизили плотность они понизили вес зачем в целях экономии то есть у них сейчас стал вес 062-0 68 вот так вот 068 это стандарт она же сюда усиленный почему так не знает она даже учредителям хозяин кто хочет также для того чтобы показать который идет у нас в линейке для вида тоже карбоглаз это кристалл но плотность у него 05 то есть он очень мягкий его можно поставить на перегородки или на конструкцию покрыть который не несет никакой снеговой нагрузки потому что он очень мягкий и плотность у него очень низкая он не пригоден для того чтобы покрывать теплицу поэтому мы его никому не рекомендуем то есть мы рекомендуем только получается 5 марок карбоглаз селикс премиум поле галь стандарт новатра премиум и актуаль био 4 производителя 5 торговых марок так что дальше выбор за вами это уже проверенные производители ни одной претензии по ним еще не было только будет может быть претензия если вы перевернете его наоборот то есть монтаж полигарбоната должен осуществляться вот этой стороны к солнцу где написано инструкция применения и к монтажу диалога тип иначе через год буквально через год у вас случится вот такое но не такое это уже конечно мертвые давно но принцип тот же самый если вы ставите поликарбонат нет той стороны к солнцу он происходит с ним вот такое разрушение он просто тупо разрушена так что будьте аккуратней про монтаж я вам рассказал про защиту рассказал про плотность но светопропускания все знают до 96 процентов потом идет уменьшение все так что пользуйтесь инструкцией пост сегодня вечером выложим про поликарбонат всем до новых встреч